Друзья, всем привет! Сегодня я хочу уделить некоторые минуты такой теме, как сайт художника и почему я решила все-таки не выставлять на Сачи половину своих работ. Точнее, не выставлять-то я их буду, но для продажи они не будут доступны, как оригиналы. Сейчас объясню свою позицию. Вообще, в принципе, Сачи – это один из последних сайтов, которые я начала заполнять, поскольку самым первым у меня онлайн-галерея был ArtMajor, и после него уже появился Daily Paintworks и прочие моменты. К Сачи я долго не имела нормального подхода, постоянно читала, что вот эта доставка в DHL, которая мне была не сильно понятна, что с ней делать, и прочие моменты, это все меня отталкивало. Сейчас я так и не скажу, что прям подружилась с сайтом. Я вижу, что здесь у многих людей есть продажи. Я знаю, что для кого-то это, наоборот, даже был первым сайтом, кто запустил международное распространение своих работ. В то же время пока я не вижу большого удобства в этом сайте. Но самая главная проблема даже вообще не в самом их системе, а в том, как производится доставка. Вы знаете, что в основном на всех галереях, кроме ArtMajor, Daily Paintworks, вы должны работать с DHL, ну, либо USPS, да? И когда мы выставляем небольшие работы, то, соответственно, на них будут небольшие цены. К примеру, я анализирую тоже, что предлагают другие художники. Работа, например, это 25 на 35, она, соответственно, недорогая, 280. Поэтому некоторые мои работы на бумаге выставляла, вот, например, девушек за 200. Но поняла, что это абсолютно неэффективная стратегия. Хотя это все вместе может смотреться хорошо, и здесь можно тоже распределять на коллекции. Здесь выгоднее держать только крупные форматы, только дорогие работы. Например, вот как 40 на 50 у меня будет за 870. Но это же нереальная цена, то, что идет к автору. А сейчас мы посмотрим. По какой причине? Я живу хоть и в районном центре, в Ровно, да, Ровенская область. Но у нас, чтобы получить справку на вывоз картины, это надо ехать либо во Львов, либо в Киев. Во Львов мне ехать 3 часа на маршрутке. Соответственно, там еще полдня болтаться. Идти в этот центр, в котором делают эти все справки. И потом туда же обратно с этой всей картиной и прочей требухой. Знакомая, которая отправляла в Киев, она отправляла через знакомую, то есть через Новый Почт, отправляла картину свою. Потом приезжала сама забирать справку. Но это такой очень муторный процесс, который отнимает у тебя целый день. Поэтому, если мы смотрим картины небольшого размера, которые имеют недорогую цену, по факту для художника здесь будет всего-то 80 долларов, да, представляем, что мне еще нужно вложить туда получение справки, где я должна целый день проторчать во Львове и потратить время на дорогу, если это недорого. Например, дорога, да, там, скажем, 150 гривен примерно в одну сторону, 150 в другую сторону. Потом там еще перекусить что-то нужно будет, плюс нужно будет заплатить за всю вот эту комиссию, да, которая делает справку, хотя мне говорили, что это стоит 20 гривен всего справка. Но я потрачу целый день, иначе мне нужно отправиться на работе, и это вообще не является эффективным. То есть заради маленькой вот этой работы это абсолютно не имеет смысла идти на такие сложности. Те люди, которые живут в Львове, которые живут в Харькове, в тех центрах, где есть крупные художественные музеи, где есть вот эти коллеги, которые занимаются, министерство, да, могут выдавать вот эти справки там в Чернигове и прочих моментах, художники выставляются, соответственно, например, работы свои на бумаге и вполне адекватно. Если мы посмотрим на работу на холсте, вот, например, которая уже подороже, 870, да, стоит, она будет стоить еще хоть какую-то более адекватную цену. То есть получение 500 долларов – это все-таки не 80 долларов, которые я получу за картину на Etsy, точную такую же сумму, если я там продам, да, работу. Другое дело, что, например, Etsy, цены у меня на такой формат, если, например, на заказ, они будут, ну, примерно, может быть, 280-300. Поэтому вот для крупных форматов имеет смысл здесь размещение. Вообще, сачи я делала, вела по той причине, что я также хотела потом подавать на сингуларт. Сейчас, секунду, попью. На сингуларты готовлю новую серию. И, конечно, там будет абсолютно другой подход. Ну, и к этому будет подготовка. Ну, и, соответственно, и цены картины будут от 1000 долларов и выше, потому что это сама и политика галереи, если вдруг примут туда, да. Например, хорошо продает Ольга Кри, кажется, она рассказывала у себя на ютубе, что вот у нее достаточно хорошо продаются ее фэшн-иллюстрации, в том числе, поэтому у нее здесь недорогие стоимости, как говорится, доступна цена и качество. И поэтому я решила, что лучше я оставлю работу недорогого формата только как принты в доступе. К тому же, посмотреть точную статистику Passaccia, сколько заходов и прочих моментов, вообще нереально, поэтому относительное такое свойство. Что будет в качестве альтернативы? В качестве альтернативы я предполагаю, что нужно использовать такую возможность, которую предлагает ArtMajor. ArtMajor – это моя первая галерея, здесь все мои картины. Здесь, правда, нужно будет поменять цены, но это намного проще, чем все загружать на Сачи. И здесь, если мы перейдем в раздел «Мой аккаунт», здесь есть предложение про веб-сайт. Я им написала с вопросом, тут всегда можно посмотреть демонстрационную версию, зайти вот в страницы, посмотреть в хоум-пейдж, но он будет очень упрощенным. Это не полный дизайн, который здесь доступен. Когда у нас будет подключена про-версия, здесь есть возможность выбирать дизайн. То есть здесь, например, сейчас отображение одной картины, да, можно выбирать слайдами вот такого плана и прочие другие настраиваемые объекты. Здесь также можно свою графику включать. Ну и в целом достаточно простая навигация по вот этому сайту. И я думаю, что для подачи заявки на Singular, для подачи заявки на ArtFinder, который не желает смотреть ваши иные галереи, а им нужен именно сайт, либо ваша соцсеть, такой вариант подойдет. Вот. Стоит про-аккаунт, кажется, 8 долларов, 8 с чем-то долларов в месяц, когда вы активируете, он начнет быть доступным к разным функциям, к статистике, к настройке, например, рассылки. Появляется свое доменное имя, да, вот в таком плане, например, да, Ксения Цыганюк. А не просто как Daily Paintworks, ой, господи, Daily вспомнила. А не просто в формате, вот как здесь, сейчас перейду, ArtMajor, да, с доменом, в бесплатной демонстрационной версии. И здесь, в чем будет плюс, то, что ничего не нужно дополнительно загружать, все картины у меня уже там есть, и они будут автоматом показываться на странице. То есть редактирование их, оно будет осуществляться непосредственно с вашего аккаунта. Вот здесь, когда мы переходим, там в настройках можно выбрать, что отображать в картину и на веб-сайте в том числе. Поскольку стоимость, сейчас давай вернемся, стоимость такой услуги 8-25 долларов в месяц, многие также пользуются услугами Топлинка. И вот здесь, в принципе, у них очень простое навигация, и настройки, и блоки в собственном дизайне можно делать за 1080 рублей в год. Я посчитала, что это получается 14 долларов. То есть в любом случае, арт-мажор в данном случае получается выгоднее, потому что здесь уже загружены все мои картины, здесь очень простая навигация, и можно редактировать быстро с простыми вот этими формами, которые они предлагают. Но, тем не менее, это упрощает намного процесс, чем если создавать Топлинк, его настраивать, загружать свои картины, это очень долгий процесс. Я сама знаю, у меня был сайт, когда я пыталась переносить старый блок, в итоге я все это закрыла, потому что этот перенос у меня занял год, потому что я делала перенос, перевод, ну и прочие моменты. Это все было очень тяжело. И вот к такому выводу я пришла, что попробовать профессиональную версию веб-сайта на арт-мажоре вполне возможно. У них подключается платинум аккаунт, он стоит 6 чем-то, ну в принципе округляя 6 евро в месяц, но туда не входит профессиональная версия веб-сайта. Вы подключаете ее и наоборот она не распространяется, когда подключаете веб-сайт, у вас не появляется платинум аккаунт, это две разные функции. Потому что платинум аккаунт в основном направлен на предоставление вам полной статистики о посещениях, а также о дополнительных мерах защиты ваших картин, ну вот такие моменты. Об этом они даже пишут у себя в факт-листе, да. И как это выглядит, как настраивается вот на этой странице, если перейти по ссылке на YouTube, там будет арт-мажоровский, в принципе, вот YouTube, и некоторые моменты они показывают. Вот если мы здесь посмотрим, все очень просто, то есть ты выбираешь, куда перенести, что, как будет это называться. Вот эти основные фрагменты, можешь поменять дизайн. Здесь всего три у них пункта, как это настраивается, как добавить дополнительную страничку, или как поменять дизайн. Это все очень простой вариант. Daily Paintworks тоже предлагает по факту ваш веб-сайт, но в чем проблема? В том, что там, естественно, доменное имя с наименованием платформы, что тоже, например, не подойдет на ArtFinder, если подавать, попробовать заявку. И также, хотя там очень простое тоже по дизайну, но там, вы сами знаете, что 12, в принципе, в месяц вы платите за подписку. Потому что, получается, все равно для тех, кто чисто поддержали свой веб-сайт, получается, все равно самая дешевая цена на ArtMajor 8 долларов в месяц. Вот такие у меня выводы. Если вы пользуетесь другими какими-то приложениями, пишите. Поскольку мы, например, с товарой общались на тему, как подготовить каталог, свой картин. Пока вариаций не нашли, то есть PDF-файл это, например, для русскоязычной аудитории, где мы будем писать в рублях. Отдельно делать сайт это не выгодно абсолютно, а какие-то форматы, возможно, каких-то сервисов, которые бесплатные или выплатные, которым вы пользуетесь. Если знаете, советуйте в комментариях, будет очень нам полезно всем. И спасибо за просмотр, пишите, если вопросы, ну и подписывайтесь на канал. Всем спасибо и до новых видео.